В Ивановском зоопарке прибавление. В июне на свет появились малыши у зубров, лани, пони, мартышек и других обитателей. Хлопот теперь хватает всем – и лохматым родителям, и сотрудникам зоопарка. Самый активный период размножения, особенно у диких животных, как раз попадает на мае-июнь. Все зоопарки пестрят такой информацией, но могу сказать, что мы не граничимся июнем. Мы ожидаем и в августе рождения, и в сентябре. Но это уже будут единичные случаи. Такая массовая семья сейчас. Все новорожденные – исключительно девочки. Вот и в семействе пони появилась дочка. Отец малышки – местный долгожитель. В зоопарке он живет уже 22 года. Сейчас в вольере есть еще одна беременная самка. Детеныш появился и в семействе лани. В прошлом году малыш был темного окраса, как папа. В этом году девочка – вылитая мама. У нас первая лань родила. У нее хорошая девочка такая родилась. Очень хорошая. И ждем прибавления второй лани. У дикобразов прибавления в этом году не ожидается. У них другая радость. Грозунов на лето высадили в открытый вольер. Погулять на свежем воздухе этим животным удается крайне редко. В основном они живут в помещении. Зимой они находятся в закрытом помещении, там, где содержатся остальные наши грызуны. И доступа посетителей в это помещение нет. То есть это единственная возможность для посетителей увидеть дикобразов на территории зоопарка. В открытом вольере дикобразы пробудут примерно до октября. Главное, чтобы ночная температура держалась не ниже 15 градусов. Кроме овощей, эти крупные грызуны любят пожевать и погрызть колья и березовые веники. Это помогает животным сохранять зубы крепкими и здоровыми. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.